Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Бог, мирной ночь. 21 ноября церковью отмечался замечательный и светлый праздник – Собор Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплодных, невидимых ангелов, сотворенных Богом прежде человека. И хотя этот праздник не входит в число великих и двенадесятых торжеств, тем не менее на Руси он всегда был любимым и почитаемым. Само имя Михаил с древнееврейского переводится как Бог, то есть почти равный Господу. Михаил считается самым главным среди ангелов и архангелов, сотворенных Господом Богом, а Собор – их соединением в единое целое. Его почитают не только в христианстве, но и в других мировых религиях. Согласно еврейской традиции, Михаил – один из четырех ангелов, стоящих перед престолом Господа и охраняющих четыре стороны света. К тому же, именно Михаил считается покровителем еврейского народа. В исламе Михаил – это один из четырех ангелов высшей категории, Макрибун, находящийся на седьмом небе. Отвечает за силы природы, управляет ветрами и облаками и имеет в подчинении армию ангелов, которые помогают ему. Он упоминается как ангел милосердия и как ангел, который раздает пропитание. Если говорить о христианстве, то православные верят, что Михаил – это предводитель святого ангельского воинства. Он следит, чтобы все соблюдали Божий закон, борется с тьмой. Кроме того, архангел – защитник душ всех усопших верующих. Архангелу Михаилу приписывается главная роль в битве сил добра и зла. Именно он одержал победу над сатаной и всей его нечистью. Архистротик – страж у ворот рая. По преданию, Михаил – именно тот ангел, который встречает души умерших людей у входа в рай. А еще небесный страж будет главным судьей на страшном суде. Именно он призовет души умерших к ответу. Предание церкви, которое почитается верующими наравне со священным писанием, говорит о том, что архангел Михаил был участником многих вискозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтянам во время исхода из Египта в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме того, открыл Иисусу на вину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в борьбе со львами. И хотя его не называют по имени, но считается, что именно Михаил был ангелом Господнем, который остановил Авраама от жертвоприношения своего сына Исаака. Об этом говорится в книге Бытие. Имя архангелов и ангелов очень редко упоминается в Ветхом и Новом Завете. Мы знаем всего несколько моментов в Ветхом и Новом Завете, когда их имена звучат. Имя архангела Михаила для нас впервые звучит из уз пророка Даниила в его книге Ветхого Завета. Имя другого архангела, архангела Гавриила, звучит тогда, когда мы слышим о благовестии и тогда, когда он явился при святой Деве Марии. Архангел Михаил неоднократно упоминается и в Новом Завете, в том числе в Откровении Иоанна Богослова. С апостольских времен по всей земле в его честь возводились храмы, монастыри. Святой Михаил был настоящим чудотворцем. Спасал от недругов, давал шанс всем, кто отвернулся от Бога, снова стать на путь истинный. В наше время известно множество разнообразных историй, которые связаны с главным небесным стражем. В 590 году в Риме свирепствовала чума. Многие люди гибли и, казалось, эпидемию остановить невозможно. Папа Григорий Великий, проводя торжественное шествие с молебном об избавлении города от этой болезни, увидел на вершине мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего свой меч в ножны, что означало конец бедствия. После этого чума отступила. В память об этом событии на вершине мавзолея была установлена скульптура архангела Михаила, а сам мавзолей стал называться «Замком Святого Ангела». В Греции имя Архистратига носит целый остров. В Малой Азии существуют целебные источники, посвященные Святому Михаилу. Здесь стояли храмы, происходило множество исцелений. В Константинополе архистратик почитался как великий небесный исцелитель, и его главная святыня, Михалеон, находился примерно в 80 километрах от столицы Византийской империи. В этом месте он по преданию явился императору Константину. Кроме того, в византийской столице главного небесного стража почитали как покровителя воинам императорской власти. Девять византийских императоров носили имя Михаил. Чеканились даже монеты с изображением архангела. Имя Михаил очень популярно было в Византии. Эта преимущественность перешла на Русь после крещения Руси. Имени Михаил называли князей. Это очень часто было их вторым крещенным именем. С именем Михаил были крещены Святополк Изяславич, князь Киевский, Олег Святославич, князь Новгород-Сиверский, Святой князь Михаил Муровский, Ростислав Всеславич, князь Смолинский, князь Киевский Ростислав Рюрикович, князь Владимирский Михаил Юрьевич. Архистротик Михаил – духовный заступник России, покровитель ряда полков и кораблей русской армии. Свидетельство помощи Архангела упоминается во многих русских летописях. Считалось, что именно он был тем ангелом, который помог Владимиру Мономаху одолеть половцев. Изображение архистротига было на гербе Киева, Российской империи. В честь него назван город Архангельск. Во времена Гражданской войны существовала специальная награда – крест Святого Архангела Михаила. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или предела, посвященного архистротигу Михаилу. В Древнем Киеве сразу по принятию христианства были воздвигнуты Михаиловский Златоверхий собор и монастырь, освященный в честь архистротига Михаила. Такой же монастырь был построен и в Великом Устюге. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, Свияжске. Один из главнейших храмов Москвы – храм-усыпальница в Кремле – посвящен архангелу. Его скульптура венчает александрийский столб на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Есть такой храм и в Карачаеве-Черкесии, в городе Учжигуте. Он был построен в 1885 году и сначала был деревянным. Затем православные жители станицы решили построить храм каменный, который будет стоять вечно. Так и случилось. На это понадобилось пять лет. Все жители свозили подводами и участвовали в этом строительстве. Кто чем мог, каким искусством обладал, кто привозил камни, кто привозил продукты, кто привозил яйца, кто привозил для раствора, кто привозил еду. Каждый из жителей, каждый из казаков должен был поучаствовать в строительстве храма. История храма была не всегда славной. Были моменты, когда храм был закрыт в годы лихолетия, в городе Безбожье. Храм был закрыт, купола снесены, кресты снесены и погребены. В самом храме было зернохранилище, овощихранилище. Во время войны в 1943 году храм был открыт и начал свою деятельность. В храме начались службы, храм был восстановлен, поставлены новые купола, новые кресты. И здесь зазвучала вновь молитва к Богу, к Архангелу Михаилу. Праздник Архангела Михаила, или, как его называют в народе, Михайлов день, на Руси учрежден в начале века, на поместном Ладеакийском соборе. Михайловым днем на Руси традиционно начинались народные празднования и гуляния по завершении сельских работ. Праздник Михаила Архангела отмечался верующими шумно и весело. У православных народов в этот день каких-либо особых обычаев не было. Однако в каждом доме верующие с большим гостеприимством и радостью ожидали и принимали гостей. Да и сами старались сходить в гости. Гуляли в течение целой недели, так как далее начинался Филипповский пост, который подготавливал верующих христиан к радостной встрече Рождества Христова. Праздник Архангела Михаила является главнейшим из тех, которые посвящены святым ангелам. Если вы хотите помолиться и попросить о чем-то своего ангела-хранителя, то именно этот день станет самым лучшим. В этот день посланники Божьи готовы выслушать любую вашу просьбу и, конечно же, исполнить ее. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok